Ученики видновских школ, представители старшего поколения, спортсмены и врачи. Более 120 человек приняли участие в мероприятии у Искры, которое было посвящено Дню Здоровья. Сейчас, когда врачи ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, он особенно актуален. В нынешнее время, когда мы все, весь мир получил такую проблему, как пандемию, хотелось бы, чтобы все люди на планете в этот день завели какую-то хорошую привычку. Или же наоборот, избавиться от одной какой-нибудь плохой. Открылся праздник с зажигательными танцами участников клуба «Звездный вальс». Глядя, как ловко ребята выписывают сложнейшие пируэты, понимаешь, что со здоровьем у них явно все в порядке. Своим секретом поделился один из танцоров. Секрет, наверное, прозвучит очень банально, и, наверное, не раз об этом уже говорили. Здоровый сон, здоровое питание. И просто, если соблюдать два этих простых правил, то и здоровье в теле будет, и здоровый дух. Елена Павлова-Набаканова на пенсии скучать не привыкла. Можно сказать, для нее каждый день – День здоровья. В губернаторском проекте «Активное долголетие» она занимается скандинавской ходьбой уже полтора года и чувствует себя великолепно. Люблю заниматься своим здоровьем в смысле питания, в смысле того, что нужно быть активной. Вот еще открылся вот такой проект, и я с удовольствием пришла на этот проект. Следующим номером праздника стал фанцевальный флешмоб, в котором приняли участие и школьники, и пенсионеры. А рядом проходила акция «Сигареты в отмен на яблоко», цель которой – призвать курящих избавиться от пагубной привычки. Надо сдать свои сигареты, и мы даем вам яблоко. Но если человек тоже не курит, мы все равно угощаем яблоками. Пока одни веселятся на улице, другие занимаются здоровьем в классическом понимании этих слов. В фойе кинотеатра «Искра» прием ведут врачи Видновской районной клинической больницы. Более 60 человек приняли они в этот день. Здесь же можно было провести ряд экспресс-исследований. Сестра проводит тестовые измерения на сахар крови, на коронавирусную инфекцию. Качественный тест наличия или отсутствие, неколичественный. Ну, мы еще измеряем давление, сатурацию. А вот участники проекта «Активное долголетие в заботе о здоровье» не к врачам пошли, а на очередную тренировку. Сегодня она также приурочена к знаменательной дате. Мероприятие проходит около 20 в различных точках. В каждой из школ Ленинского городского округа проводятся зарядки для детей утренние. Проводится множество всяких лекций, флешмобов. Основная площадка – это здесь, у кинотеатра «Искра». По предварительным оценкам, всего в мероприятиях, посвященных Дню здоровья, в Ленинском городском округе приняли участие более 10 тысяч человек. Максим Козлов, Кирилл Анов, Ольга Садовская. Видное ТВ.